здравствуйте дамы и господа я рад приветствовать вас на канале посвященном обучению изобразительному искусству и сегодня хотелось бы с нами с вами снова поговорить о набросках потому что в общем то мы все мы знаем да что наброски является чрезвычайно важным видом рисунка можно сказать да и если брать учебную часть учебный период у многих никогда и не заканчивается по большому счету наверное то конечно можем сказать что наброски это чрезвычайно важная может быть иногда даже становящаяся важнейшей часть и учебного рисунка в том числе и собственно говоря еще один момент хочется заметить что вот мы с вами как бы может быть две крайности на связи с нашими роликами по наброскам имеют место быть да одна крайность когда люди вовсе наброски почти не делают то есть экономит на них да потому что ну я попробовал мне не понравилось мне не получается и так далее вот и вторая крайность когда мы когда мы думаем что нам стоит только наброски и делать и вовсе не делаем того что положено по программе в общем-то до них да и допустим радостно посмотрев подобные ролики начинаем свое обучение только с наброску да ну тоже крайне спешит большому счету как не знаю думаю что сравнить со спортом то наверное ну подвижные игры это очень хорошо и может быть даже чрезвычайно важно да там легкая атлетика тоже важна но начал в общем-то о фп тоже не стоит забывать итак сегодня мы дамы и господа с вами проговорим вот некие ключевые моменты на примере вот этих нескольких набросков которые я взял из ленты новостей нашей группы художественного училища онлайн в которой мы как раз таки пытаемся некий через общение в группе вконтакте смоделировать некое подобие учебного процесса и почему я выбрал вот эти наброски потому что мне кажется те моменты которые мы можем с вами проговорить на их примере они в общем-то актуальны наверное для всех процессе обучения актуальны для всех кто пробовал делать наброски и кто скажем так не прошел еще ну допустим там успешно год или два делая набросков когда уже какие-то такие мелкие учебные проблемки до которые мы сегодня проговорим когда они допустим уже у кого-то остались вовсе позади и так давайте мы наверно начнем вот с этой фигуры тут у нас еще я взял черепа этого же автора вот не знаю сложно мне конечно будет без натуры это может быть в конце мы что-то над тем обсудим сейчас секундочку дамы итак дамы и господа что для нас здесь может быть существенно то что обычно после периода как бы начального когда у нас очень сильно бывает порой гуляет пропорции потом наступает период когда ну вроде бы мы в общих чертах как бы пропорции брать научились но они гуляют по мелочам и чаще всего этот период он продолжается гораздо дольше и в этом плане он как бы более такой надоедливый что ли нам можно так сказать но давайте мы сейчас посмотрим что у нас получается у нас в принципе они более-менее идентичны фигуры да но происходит впечатление есть да есть впечатление коротких ног вот чем это связано но во первых связано да с тем что все таки наверное чуть пониже должна быть пяточка другой стороны вы видите что здесь у нас чуть чуть тут сильнее с косикой вот опорная нога она просто на самом деле в этом месте должна быть немножко построение все на как бы содержит да здесь такой выпуклости но при этом она все таки должна быть потоньше и получается так что у нас наверное здесь чуть чуть посуше а вот выход таза вот тут посильнее ответь какая здесь ну как бы вот выступающая часть да вот районе вертела довольно сильно я конечно понимаю что я сам тоже могу быть не объективен но тем не менее пытаюсь реагировать на то что бросается глаза вот и ну вот это место здесь такое характерное сужение внизу тоже надо учитывать у стопы здесь две характерных выпуклости вот одна на пятке другая на основании большого пальца далее согнутая нога да тут нам конечно посмотреть на положение таза но то вы видите что у нас здесь немножко повыше касаемо мышцы живота здесь у нас помягче то есть так сильно не впиякивается эта линия на более мягко идет вот и получается что у нас чуть ниже заканчивается там ягодичная да потому что как раз таки контрапост и таз как бы обвисает вот в сторону немножко сполз пупок то есть средняя линия чуть чуть левее и и конечно нам надо прослеживать чуть более чуть более видны что ли обозначать да здесь у нас вставочка руки здесь тоже ставочка руки ну вопрос на расположена то еще немножко что-то эти штуки мне мешают этика мы их поубираем их расставил думаю что здесь вот какие-то очевидные косяки по пропорциям но оказалось что их особо то и нет на самом деле просто впечатление такое возникает да вот почему она возникает на самом деле по той как раз банальной ситуации которая в нашей жизни бывает очень часто учебным рисунки когда впечатление одно все дело в других частях вполне себе вполне себе бывает и так получается то в чем еще момент конечно важно это что-то само движение да нам надо набрать как будто в самом начале наброска более длинными линиями как бы более как сказать не более лихо конечно но более свободно и раскованно можно так сказать не боясь что ты при этом где-то чего-то там ночью не попадешь вот вот кстати а по согнутая нога у нас здесь больше отставлено и там стопа имеет такой характерный 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 как бы обрис да характерный момент в этом плане конечно можем сказать что можем сказать что и как и античная скульптура такой вот рисунки и живопис эпохи возрождения для нас конечно чрезвычайно 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 важные в плане так чтобы мы привыкали к выразительным формам человеческого тела и положение головного положения в принципе ничего более менее вроде бы нормально рука здесь деревянная но тут надо немножко потемнее возьмем что было видно тоже ее так убрать с точки зрения движения более свободного она кстати вполне себе Давида Микеланджело напоминает ну и наверное в целом вообще характер формы вот расслабленной руки такой да тут просто не очень это видно немножко тут из-за вот этого вот пузыря да вот в этом месте на бицепсе и трицепсе конечно возникает ощущение что это как как такая как палка на самом деле она вот так вот да такое вот у нее движение вот такое движение у руки сейчас что нам нужно как прочувствоваться да то есть уточняя мы начинаем с движения но дело в том что уточняя все формы дальше мы должны это самое движение продолжать как бы лучше брать стараться лучше ну вот здесь средняя линия немножко уехала средняя линия тоже она в общем то ну как такая ось вынесенная на поверхность да в каком то смысле можно сказать поэтому ее тоже движение верно взятое движение зависит так ну наверное давайте мы к следующему наброску перейдем тут еще правда можно сказать что крепление ноги нам можно обозначить да вот ну и в общем то что в общем то в принципе ничего да здесь грудная мышца может быть чуть поменьше тут чуть повыпуклее да тут немножко вот тоже повыпуклее да то есть там получается что бицепс вот здесь а трицепс вот такой характер да случится такой немножко вот такое вот движение как бы да еще усиливается дельтовидные мышцы да вот такой какой то момент немножко как будто легкий слом даже такое есть ну конечно это просто впечатление такое вот тут у нас повыше повыше у нас капюшон да я так мелко рисую да он наверное плохо видно капюшон и вот крепление вставки да важно тоже на движение работал можно себе позвоночник представление да так ну давайте попробуем к следующему набросочку перейти вот здесь у нас что важно нам конечно важно стараться лучше взять движение вот ну помним что Микеланджело соответственно родоначальник барокко и у нас тут конечно барокко с его такой экспрессией такой вот да гипер передачей может быть движение даже оно вот здесь у нас налицо начинающийся барокко такое ощущение что как будто бы как будто бы передать большее просто движение поставить какой-то эксперимент было важнее важнее как бы важнее чуть ли не важнее чем тема да вот нарисовать фигуру но не важно да мы не будем критиковать естественно потому что это не один из наших как бы величайших наставников избранительной овощи но здесь мы видим момент такой да как бы вот такого большего выгиба да большого выгиба то есть это боковая часть да вот такого большого выгиба и это говорит нам о том что здесь у нас мышца должна быть левее расположена да чтобы это плечо вышло бы вперед и овощи ось лица средняя линия лица то есть собственно расположение головы вот надо внимательно тут брови повыше то есть она как бы более вот более сложное движение в шее более экспрессивная как бы задранность такая да ну да то есть здесь более выраженное движение да с более задранным подбородком более задранными глазами здесь более выраженное движение с более выходящим вперед плечом да соответственно другой разворот уже грудной клетки вот хотя здесь вроде средняя линия более менее на месте вот и соответственно соответственно ну в принципе но тут что касается ноги надо не забывать что просто масса сюда уменьшается вперед да да то есть тут масса тут вот эта вот часть так вперед как бы уменьшается да изгибаясь при этом тут ну коленка конечно не должна быть такой острый в этом месте да то есть более такая в стопах тоже да движение в стопах движение получается у нас даже не движение характер формы стопы да более ярко выраженное такое да то есть получается более вот стопчики просто отдельно порисовать вот здесь надо подчеркивать этого на него то есть как он пошел куда он пошел вот и ну здесь рука помощнее немножко должна быть ну тут конечно тоже вот эти вот полосы да возникает ощущение как будто там веревка не знаю то есть конечно там они ну не так сильно выражены я думаю что все таки чтобы микеланджело лучше воспримать надо на античности в начале все таки чуть-чуть еще побольше тоже смотреть тренироваться на античности чтобы кстати рука ушла похоже да похоже она покороче ну критерий какой то есть мы опускаем она должна где-то здесь закончится да так вот представить себе эту точку поворота да некий такой циркуль так ну давайте мы следующий набросочек посмотрим вот тут у нас что тут у нас немножко иное положение головы да вот такое более так закрученная вот тут у нас нужно вот подчеркнуть раньше заканчивается грудная клетка иначе какой то непонятной формы туловища да раньше грудная клетка заканчивается немножко тщедушная нога тут она помощнее должна быть и вот здесь тоже помощнее должна быть немножко тут сужается она вот так колено здесь надо ну прямо нарисовать не побояться кстати видите тут согнутая нога сюда не доходит и здесь конечно что-то непонятное с формой бедра ну в целом бедро то оно вот такое да тут какая то веревочка то есть помощнее она должна быть здесь помощнее и характер формы голени то есть получается что нам надо изучать характер формы отдельных частей тела обобщенной учиться его брать учиться его и брать в характере отдельной части тела в обобщении и в характере это важный момент ну вот более вытянутая нога она тоже тут представить все движения представить все движения видите как то есть сюда сюда да сюда 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 так вот вот то есть получается что касается движение то оно у нас вот так вот так вот так Вот, ну да, руководение головы, вот рука, да, рука, рука. С рукой там вот что получается, там на самом деле вот эта часть, кисть, она как бы сдвинута внутрь, а само предплечье наружу, то есть сбоку посмотреть, сейчас я немножко утрирую ситуацию, вот пошла рука, да, там сбоку посмотреть, здесь вот немножко вот так будет. Получится, что у нас ось, так вот. Так, и вот эта рука у нас движение вот такое, то есть получается тут дельта, тут... Ну, понятно, что кости-то они более-менее там по прямой, хотя на самом деле не совсем, вот, ну вот так вот как-то, да, то есть такое красивое, плавное, но всегда некий изгиб, вот всегда некий изгиб нам надо искать. Вот это вот желательно. В кисти тоже, вот тут же есть подушечка большого пальца, да, то есть получается, что нам надо искать вот как, как изогнуто, да, вот. То есть искать везде выразительный красивый изгиб в сочетании с изменением направления. Я в каком-то смысле, да, знаете, как в последнее время сравниваю, что если в любой части тела не содержится изменение, ну как, не содержится изгиб и изменение толщины, да, где-то лужа, где-то шире, да, то она, как правило, тогда смотрится как сосиска, да, вот эти моменты должны... Ну, тут тоже надо предполагать вот какие-то моменты, да, здесь вот центральные такие, их тоже выставлять, да, чтобы тоже движение здесь было лучшим взятом. Вот, ну и касаемо мышцы живота, наверное, повыше, да, скорее всего, здесь. Давайте попробуем другой рассмотреть. Вот здесь что у нас? Здесь у нас немножко длинная шея, конечно, это, наверное, по-своему хорошо, но все-таки все относительно. Вот, то есть, наверное, просто немножко голова должна быть чуть пониже, и когда голову рисуем на обросках, вот, важно, знаете, как вот представлять, что это яйцо, да, которое вот на такой трубу такой насажено. Вот, вот, голова, яйцо, как оно расположено, то есть, понимаете, вот, ну, мы это и пытаемся, ну, просто потихонечку, да, то есть, все время же приходится говорить одно и то же. И движение вот в туловище, движение в туловище, мне кажется, что оно здесь немножечко... Да, можно было бы проследить получше. Вот, вот, шея все-таки повыше. Вот, вот, проследить получше это движение, вот, как оно. А там, конечно, довольно сдержанное, естественно, да, но все-таки это не просто набор пузырей, да, фигуры, да, это все-таки, вот, она содержит некую пластику такую, большую пластику, да, в крупном. Вот, а что касается ноги с коленом, да, то есть, тут, конечно, нам важно, важно нам момент вставки, да, вставки прослеживать, вставки прослеживать, предполагать, где он, как он. Иначе будут пузыри, понимаете, то есть, не искать во всем какие-то формы выразительные, да, то будут просто пузыри. Ну, колено, конечно, здесь очень острое, да, вот тут. Ну, и здесь, конечно, такой прыщик, вот этот, то есть, на самом деле, там, конечно, коленный сустав, да, он имеет объем такой некий. Вот, и, соответственно, тут характерная форма стопы, между прочим, тоже должна быть с пяткой, с вот этой частью выгнутой, с пальцами, да, там тоже вот, и щемел так вот. Для нас достаточно важно, вот, ну, ручка ничего тут получилась, кстати, да, согнутая, да, про такой, еще можно побольше, да, то есть, такой традиционный, как бы, возрожденческий жест, да, его и Леонардо очень любил. Вот, ну, ничего, постепенно все это придет, давайте мы посмотрим, здесь нам, конечно, движение, надо стараться лучше взять, как таз расположен, да, как плечи, так по характернее. В ноге движение, тут вот, да, момент такой. Да, то есть, получается, в ноге, как бы, вот, вот так, грубо говоря, вот так, и вот так. Вот, ну, это достаточно важно, да, биться за движение, грудная клетка повыше должна заканчиваться здесь, и таз здесь надо обозначать. Ну, и нога, конечно, согнутая, она тоже вот движение должна иметь, и, как бы, общую форму в характере гармоничную надо хватать, стараться. То есть, две-три линии, и ты уже, чтобы общую форму уже была схвачена. Так, давайте-ка мы эту грудскую палочку уберем. Вот, ну, получается, с точки зрения общей формы, да, здесь просто немножко похарактернее можно, повыразительнее. И коленку не слишком тонкую, да, вот в этом месте. Вот, ну, и как-то вот так, и, соответственно, ну, с головой что-то непонятно, там тоже, ну, мне кажется, затылка, может, не хватает, да, в ко мне. Так, ну, что ж, дамы и господа, к сожалению, нам надо сейчас прерваться, время очень позднее уже. Самый главный тезис относительно набросков, конечно, это вот соблюдать приоритеты, то есть, первый приоритет у нас в набросках, это делать регулярно немного. То есть, если формализовать его, то, что вот минимум три часа в неделю набросков было у нас. Вот, нежели, ну, там, ну, даже вот. И, соответственно, второй момент, их показывать. Ну, тут, конечно, вопрос, насколько удается внимательно все просмотреть, но, тем не менее, все равно это очень важно, два приоритета. Вот, вот, третий приоритет, надо, как бы, следить за пропорциями, за движением. Сначала грубые ошибки в пропорциях, вот, потом уже более мелкие идут. Вот, движения тоже не, сначала идут грубые ошибки, там, движения, потом более мелкие. Вот, более мелкие, они, конечно, дольше длятся, и долго нужно. И избежать этого нельзя. Вот, поэтому тут получается так, что надо нам все равно действовать, да? Вот, ну, а потом все потихонечку приложится. Спасибо вам за внимание, дамы и господа. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok